МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Брагинском районе началась реализация проекта «Агробизнес-инкубатор». Мода проходит, а стиль застаётся. Будущие стилисты выпробовали силы на областном конкурсе «Юнистайл». А зараз об этом и иншим больше подробно. Непродбачное здарение. Минулой ночи отбылось порушение целостности оболоки очистных сбудований у предприемства «Туровщина». У вынику стеки спалев фильтрации вышли на сельхозугодзе и господарки. Сегодня до середины дня наступствы здарения ликвидованные. Зараз проводятся проверки и необходные лабораторные доследования. Подробностей у наместника старшинника Митета природных ресурсов у Яховы Новокольного Сяродя Паула Новикова. Выданы необходимые предписания. Проводятся работы по восстановлению нарушенного участка обваловки и устранению последствий растекания на полях. Работают на месте специалисты Житковической районной инспекции природных ресурсов охраны окружающей среды совместно с аналитическими лабораториями Республиканского центра аналитического контроля с целью отбора проб земель на предмет их загрязнения химическими веществами, а именно азотом аммонийным. Также проводится работа по контролю за качеством поверхностных вод в реке Припять и реке Ствига. В настоящий момент не отмечено превышений, то есть загрязненная вода, сточные воды в реку Припять не попали. Заранецы на дорогах техника, яка опрацовывает их сумесями, на тротуарах дворники с лопатами. На двор я протягиваю издевлять, у шора ли у дождь, а сенья щодро сыпется снег. Селетняя зима оказалась на свыше непродказальной. Коли еще такое было, как один день за в окном были сугробы, а уже на наступный треба было брать с собой парасоны. Марина Сверьянова доведалась, что исправляется спецтехника с сюрпризами природы, а так само погутерла с упроцовниками Держа-Аутоинспекции об ситуации на дорогах. Як бы не черговались заморозки задлигая, а ли 11-я снежная, на счастье, покуль не повторилась. Немогчима забыть, к людю ранецы вышли с дому и оказались в правом сенсии на катку. Социальные сетки наполнились ответными фото, и виды, а статистика новыми травмами и авариями. Коммунальные службы зарабили необходное весновое и за раз больше пильно сочет за прогнозом на дворье. Сегодняшняя ранец из дому можно было выходить больше уповнена. Комельские водители так само выехали на посыпанное песко-соляными сумесями дороги. Дальше, коли у насильництва все ж таки есть за уваги на этот конт, телефонуйте по номеру 115. Покуль же Агарсав закупляет додатковые объемы сродков для опрацовки дорог. Как правило, поступают в основном от обращения граждан, проживающих в частном секторе. Именно на обработку песко-соляной смесью проезжей части. Все заявки, которые поступают нам, мы выполняем. Об том, что увагание температуры повинны примусить водителям быть больше уважливыми, нагадываются супрацовники держат инспекции. Важно с початку доброе прогреть автомобиль и полностью разморозить шкло, чтобы ничего не перешкоджало огляду. На дорогах выполнять ответные на дворю потребования. Это дистанция, боковой интервал, проезды пешеходных переходов и перекрыжеваний. Да и пешеходам варто схавать у кишенью телефоны и не спешаться переходить дорогу без выполненности, что водители вас бачить испыняются. Особое внимание хочется уделить пешим участникам дорожного движения и напомнить им, что автомобиль – это объект повышенной опасности, который в одну секунду водитель не сможет остановить, тем более в условиях гололеда. Убеждайтесь в безопасности перехода, переходите в проезжую часть после того, когда вы убедились и увидели, что автомобили остановились и вас пропускают. Синоптики прогнозуют, что выходные понеделок будут морозными, солнечными и без опадков, а за уторга начнутся метели. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня на посяжении гомельским гарвы конками обмерковали выники социально-экономичного развития города за минулый год. На початку урожистой церемонии ознагороживания. Администрация центрального района стала переможцем в огляде конкурсе на лепшие санитарные умовы и доброупорядкованность. Что-то же с городской экономикой в уголе выники становчивые, не глядяши на пирожкоды, которые створила пандемия COVID-19. Минулый год отзнашився буйными инвестициями у промысловый и социальный объекты. Колькость промых замежных инвестиций – 22 миллионы долларов. Поляпшение добробыт у горожан – еще одно досягнение 2020-го. Количество трудоустроенных граждан на новые, вновь введенные рабочие места составляет по итогам года более трех тысяч человек. Это в сравнении даже с нашими коллегами, городами областного подчинения – наилучший результат. Ну и, разумеется, рост заработной платы мы постоянно отслеживаем. По итогам года он составил 114 процентов. Это средняя начисленная заработная плата. Ну и по реальной заработной плате мы также являемся лидерами среди областных центров. 108,2 процента – это лучший результат по итогам 2020-го года. Плану и задач на 2021 год – саправды шмат сярод сюрпризов, який рыхтует жихарам города – новые гандлевые объекты. Планируется открыть семь торговых объектов торговой площадью 2000 квадратных метров. Это торговый объект по улице Белого ООО «Сахарторга», магазин «Дефакто» в торговом центре «Кристалл» по улице Ильича, 333. Также планируется открытие магазина «Соседи» по улице Кожира-1 и двух торговых объектов по улице Малычука, 9А и 19А. Это ООО «Море» и «Зао «Икскрафт»» – два гуся-магазина. Кроме того, прорабатывается вопрос открытия в торговом центре «Секрет» известного польского бренда молодежной одежды «Синсей». У субботу 6-го лютого пройдут промы телефоны и линьи с простовниками мясовой улады. На пытание Жахара Ургийона откажет старшиня областного совета депутату Катярына Зинкевич. Звернуться до Е можно по номеру 33-12-37. Так само промыль линию проведет первый наместник старшиней Гомельского гарвы конкама Александр Ерманов. В Брагинском районе началась реализация первого в Беларуси проекта «Агробизнес-инкубатор». В рамках державно-приватного партнерства тут набывают технику и обсталевание, которое будут продоставлять для развития бизнеса на селе. И это не первая мясовая инициатива, накереванная на поддержку людей, которые желают выращивать экологическую продукцию. Наши корреспонденты подчеркнулись под обязанностями. С початку же хоры Брагинского района починали свою справу по выращиванию для наступной реализации сельско-господаршей продукции самостойно. Потом пришло разумение, что разом досягать поставленных мед больше легко. И справа не только у обмене вопытом. Экологичная Брагинская Городнина оказалась запотребованной не только на Гомельщине, а ожитивлять поставки однажды из всех подворков, значительно больше выгодно, чем гандлявать по особку. А про то, можно отримать вопыт инших господарок, причем по разных накерунках. Фонд поддержки предпринимательства и сельского развития «Эконовация» в Брагинском районе створили в 2015-м. Але навыц за таки непротяглый час поспели шмат шагу зарабить. Зараз, наприклад, открыли курсы для людей с обмежованными физичными махчымастями, яких будут научать по двух накерунках – выраблять экоупаковку и вырошивать экологичную продукцию. Починающим фермерам допомогуть в процотворении агробизнес-инкубатора. Агробизнес-инкубатор будет оказывать более 35 видов услуг для населения. То есть это неформальное образование взрослых. То есть это предоставление в аренду техники. В данный момент идет закупка и создание машино-тракторного парка. То есть это трактора тягового класса. Ягодоуборочный комбайн, который предполагает уборку таких культур, как смородина и голубика. В уголе планы у Брахинского фонда эко-новация масштабная. Сегодня тут зацекавлены у допамузе усим, кто жадает працавать на земле. А тому и ашэдзен проект, реализация якого пошлася у гэтым годзе, накеравэнна на оказание допамуги людям, які уже мают пэлный житёвый опыт, але пакуль не сдолили самореализоваться. Вельмі верагодна, што шмат хто со слухачаў школы стане паспяховым прадпрымальником, калі не сёліта, то ў самый ближайший шас. Лидерами становятся даже неуверенные, закомплексованные, где-то сломленные иногда обстоятельствами жизненными люди. И научить можно всех, но главное, чтобы было желание обучаться и чтобы человек шёл на контакт и он был открыт. Чтобы он в своих, приходя сюда, в эту школу, он не боялся и не говорил «нет, у меня не получится». Вот это, конечно, сложнее. Переломить человеческое страх и нежелание – это сложно, но можно. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Ёген Макенко, телерадиокампания «Гомель», Брагинский район. Выники деяності Союза молодзі за минулый год подвели и подчас областного пленуму БРСМ. Утымлику огучены лишь бы по працаулаткованні юнакоў і дзявчат. Молодые люди працавалі по шасти профілях – будавничым, сервісным, педагогічным, вытворчым, экологічным і сельськогосподарчам. На умовах оплаты у студентскі отрады улаткавалі амаль три тысячи шалавек. Яшекаля тысячи молодых людей знайшлі роботу у індивідуальнім парадку. Центрами областной молодзёжной будовлі у 2020-м сталіся рыдня школа у 21-м мікрорайоні «Гомеля» і меморіальны комплекс «АЛА» у Светлагорскім районі. Студенты Белдута у летку допамагалі створаць соціальну інфраструктуру у астравцы. І гэта толькі часка з таго, што було зробліна. Що хочеться відмітить? Поблагодарити всіх наших волонтёров, які допомагали, допомагали пожилым людям, довозили лікарства, допомагали ветеранам Великої Отечественній війни, організували для них поздравліни. Було тож дуже мило і красиво, коли ветеран із окошка і з балкона наблюдав, як наші волонтёры його поздравляють 75-летіем Великої Победи. Це насправді дата для нас дуже важна і дуже серйозна. Канечна ж, наші ежегодні акції – це «Гомель помнит», гді на Аллеї Героїв зажгли больші цифры 75. Молодёжна організація налішує більш за 60 тисяч членів по всій області. Зараз активісты БРСМ рихтується до усі Беларуского народного сходу, які відбудзіться на наступному тідні. Наш регіон адмолодёжній організації проставить 22 шалавекі. Перший обласний конкурс професійного майстерства «Юнистайл» пройшов у Гомельськім калежі бытового обслуговування. У їм проняли удел будучи цырульники і модельєры. Усяго каля 50 конкурсантів сіми навчальних установ Гомельщини. За їх роботи сошила Ганна Каральчук. «Воще не планировала сюди поступати на самом-то діля. Хотела поступати на физрука, і безосходності, то, що не поступила, поступила сюди. І все, остаюсь тепер надолго тут. Це моє, оказывається. Так, судьба свіла нас з цим іскусством». Олеся Серанкова – першокурсниця Гомельського калежі бытового обслуговування. І це її перша професійна споборництва. Каже, що емоції зашкалюваються, однак процес подобається. Її жадання розвиватися далі. На виконанні жаночі прически у майстрові 75 хвилин. А ось роботи стиліста вже оцінює жюри. «Вытончені убори з перьям і жемчугом. Це роботи конкурсантів у номінації «іміджмейкер». Їм треба було створити в образ у стилі гэтзби американської моди 20-х годів минулого стагодзя. У напруженій боротьбі створалися моделі, один погляд на яких переносить глядачо у район Манхетта на віковій давності. Прямо на світську вечеринку. Для гэтага удзельниці старанно подбирали прическу, макияж, одзіння, обуток і аксесуары. Так само було задання по-мужчинській укладці для цырульників. Необходність організації такого споборництва в області викликана перш за все пандемія, яка зараз перешкоджає починаючим майстрам удельничать у міжнародних конкурсах. А набирать в опыту і тренировать навыки необходно. Мы старались воссоздати площадку, подобную міждународним площадкам, для того, щоб ребята опять-таки ощутили ту атмосферу і перебороли свій страх, почувствували уверенность в себе. На нашому конкурсі выбрана єдіна циматика, образ в стилі Гэтсби. І мужські, і женські парикмахери, і іміджмейкери создають образи прически в єдіном стилі. Турніры давно стали неод'ємной часткой едукаційного процесу в системі профтехедукації. А гэти новий конкурс дасть махчимось продемонструвати свої здольності новученцям не тільки гумельських коледжів, але й молодым людям з районів, які обакуль не готові выступати на міжнародной арені. Решилися на це, організувати этот конкурс на базі нашого учебного заведення, щоб приобщити не тільки свій коледж і своїх учащихся, щоб вони участвували в таких подобних конкурсах, но і другие учебні заведення, щоб вони теж підтягували, щоб вони теж починали выступати в таких же мероприятиях, щоб була конкуренція. Конкурс «Юнистайл» проводився в випробовальному форматі, однак хучше і за все, і він стане што годовой традицією. Ганна Коральчук, Сергій Камко, Телерадоя компанія «Гомель». Це інші новини, інформацію про проєктах Телерадо компанії «Гомель» ви можете знати на нашому сайті і інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На цьому випуск завершено. Всягод доброго і до зустрічі в ефірі. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Александра Гамоля. Здравствуйте. Два водителя госпитализированы в результате ДТП, которое произошло на мосту в Ветковском районе. Один из них пошел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем. Правила нарушила водитель «Опеля». Рискованный обгон ни к чему хорошему не привел. Разбиты три машины. «Опель» на встречной полосе столкнулся с «Ниссаном», а в тот въехала маршрутка. Пострадали только водители легковых автомобилей. Экстренную помощь оказали спасатели. При помощи специнструмента они деблокировали зажатых в автомобилях мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу. Шестой день продолжаются поиски мужчин, утонувших в реке Припять в Петриковском районе. Водолазы «Освода» и республиканского отряда специального назначения ищут их с помощью спецоборудования и уже прошли более полутора километров реки. Пока безрезультатно. Напомним, трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин. Дежурный на паромной переправе заметил провалившихся людей и до приезда спасателей попытался оказать им помощь. Но вскоре мужчины ушли под лед. Из-за неосторожного обращения с огнем пострадал пенсионер, житель города Калинковичи. Накануне спасатели прибыли к его дому для ликвидации возгорания. Хозяина вытащили на свежий воздух. 86-летний мужчина получил ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. А в деревне Новинки Калинковического района пожилого хозяина от беды спас пожарный извещатель. Мужчина проснулся ночью от сильного звукового сигнала устройства. Вышел на улицу и позвал на помощь соседям. Дом пострадал от огня, но пенсионер остался жив. В Гомельской областной туберкулезной больнице вор украл у работников пищеблока кошельки, которые находились в одежде, оставленной в гардеробе. Расследование милиционера провели по горячим следам, изучив записи камер видеонаблюдения. Сотрудники стали обходить палаты и вскоре нашли двух мужчин, похожих на подозреваемого по приметам. Один из них тут же сознался в содеянном. Перед другим милиционеры извинились за причиненное неудобство. По словам задержанного, 19 декабря он освободился из места заключения. Мужчине негде было жить. Работники Красного Креста отозвались помочь и временно положили его в больницу. Однако такое положение мужчине надоело, и, как он сам рассказал, ему захотелось обратно в тюрьму. Стартовал третий этап республиканской акции «Безопасность в каждый дом», в рамках которой спасатели Беларуси обучают студентов вузов и средних специальных учебных заведений правилам безопасного поведения и осторожного обращения с огнем. В программе обучения ответы на интересующие вопросы, интерактивные викторины. Наибольший интерес у студентов вызвала игра «Где логика». Согласно правилам, участники разделились на две команды, каждая из которой были продемонстрированы слайды с зашифрованными на них словами, связанные с безопасностью жизнедеятельности. Также учащиеся попробовали на скорость установить пожарный извещатель. Вспомнили, как работает огнетушитель, и после обучения теперь точно знают, как делать непрямой массаж сердца. Направлена эта акция на обучение данной категории населения вопросом безопасности, потому что данная категория делает первые шаги во взрослую жизнь, а взрослая жизнь стоит в себе немало опасностей, и поэтому, дабы предупредить чрезвычайные ситуации с данной категорией, мы проводим профилактическую работу. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». До встречи. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Взлобинский «Металлург» добыл третью к ряду победу в Полесском дерби. Столивары принимали Гомель на своем льду. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Пинчука отличился практически на экваторе стартового игрового отрезка. Заломай сравнял счет на последние секунды. Второй период остался за хозяевами. То полеугольников с точными бросками соорудили комфортное для «Металлурга» преимущество. В заключительной трети поединка команды вновь обменялись голевыми атаками. Итог 4-2 победа «Металлурга». В турнирной таблице Столивары продолжают погоню за идущим на четвертом месте «Динамо» молодечно. Гомель отдаляется от лидирующего тандема «Юность-Шахтер». Волейбольный уикенд в Гомеле сразу три поединка национального чемпионата пройдут в областном центре в ближайшие выходные. И все на паркете «Локомотива». Начнет марафон «Бумпром». 6 февраля в рамках чемпионата страны в первой лиге гомельчане принимают Могилевский ЦОР «Коммунальник». Игра стартует в 16.00. Центральный матч игрового уикенда высшей лиги начнется в 19.00. «Энергия» ждет в гости лидера чемпионата «Солигорский шахтер». 7 февраля борьбу в первой лиге продолжит «Газовик». Соперник – «Оршанский взлет». Начало игры в 15.30. В женском чемпионате в ближайший уикенд играет только «Жемчужина Полесья». 7 февраля «Мазырянки» отправятся в гости к коммунальнику МГУ из Могилева. На предстоящих выходных пройдут матчи 13-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Воскресенье на арене «Локомотива» в Гомеле областной дерби. «БЧ» принимает ЦКК. В турнирной таблице железнодорожники замыкают квартет сильнейших. Светлогорская команда на 9-м месте. Начало матча в 13.00. В РЗ свой поединок проведет 9 февраля. Также дома. Соперник – «Динамо» БНТУ. Игра на арене спорткомплекса «Локомотив» стартует в 18.30. Есть в списке спортивных событий на ближайшие выходные и футбол. В крытом манеже стадиона «Луч» в областном центре 6 февраля пройдет товарищеский матч. Между собой сыграют Гомеле «Локомотив». Начало игры в 11.30. Болельщиков пустят на трибуны только в масках. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.